Итак, друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Фэнтези с Чайком. Меня зовут Игорь и, как я обещал в прошлом ролике, сегодня мы с вами углубимся в хронологию событий второй эпохи Колеса Времени. Если вы не смотрели прошлый ролик, в котором я разбирал структуру и известные факты о эпохе легенд, то обязательно посмотрите его перед просмотром данного видео. Ссылку я оставлю в правом верхнем углу экрана. Итак, прежде чем начать, я хотел бы представить вам парочку терминов. DR будет означать период до разлома мира, LTT – сокращение от Льюса Террина Теламона, Тамерлин – это предводитель Айседай в эпоху легенд и Каламдаан – главный исследовательский центр эпохи легенд. Первое, что мы знаем о хронологии эпохи легенд, это что где-то за 400 лет до разлома мира, рождается Льюс Террин, также известный как Дракон. На следующий же день после его рождения рождается Борит Белл Мидар, который в будущем станет Димандредом и ходящим представителем комплекса неполноценности. Приблизительно в этот же отрезок времени от 400 DR до 300 DR рождается Джоар Адам Ниссасин, который вырастет и станет одним из наипопулярнейших музыкантов эпохи легенд, пока не перейдет на сторону тьмы и возьмет имя Асмодиан. Приблизительно в 300 лет до разлома рождается Лилейн Мойрал, которая в будущем станет одной из отрекшихся по имени Магеддин, более известной как Паучиха. И где-то же в этот период Льюс Террин Теламон становится Тамерлином, главой зала слуг и предводителем Айседай. Льюс Террин добился огромного уважения и почета и считался самым известным и могущественным из всех Айседай. Также в данный отрезок от 300 лет до разлома до 200 лет до разлома Айседай по имени Саинта Розинт получает предложение стать одной из ученых в исследовательском центре Каламдаан, но отказывается и становится учителем в одном из университетов, следуя своей страсти обучать других людей. В период между 200 лет до разлома до 100 лет DR ЛТТ начинает роман с Мейерин Эронелли, красивейшей женщиной эпохи легенд и одной из самых могущественных женщин Айседай, но в конечном итоге бросает ее, так как понимает, что Мейерин больше интересует его власть и статус любовницы Тамерлина, чем сам Льюс Террин. Рождается еще один ходячий комплекс неполноценности. Приблизительно в 100 лет до разлома мира Мейерин, которая была одной из лидирующих исследователей Каламдаана, вместе с коллегой Байдамоном открывают источник истинной силы, источник который не разделен на женскую и мужскую половину и может открыть новые пути развития для науки и технологии. Какое-то время спустя Мейерин и Байдамон просверливают дыру в самом узоре, чтобы дойти до источника и узнают, что они на самом деле просверлили дыру в узилище темного и тем самым хоть и не освободили его, но дали ему возможность влиять на мир. Каламдаан вследствие этого взрывается в черном огне, как и летающая сфера над ним под названием Шаром, а некогда экзотический остров Шайлгу превращается в выжженную пустыню. Именно он становится местом, где темный ощущается больше всего. Последующие годы стали для эпохи легенд годами спада. Темный, обретя возможность влиять на окружающий мир, начал совращать сердца людей. Многие предались тени, начались преступления и бунты. Именно в этот период Намин Демодар, одна из лучших целителей Айс Седай, была поймана за издевательствами и пытками своих подопечных. Ей было предложено либо быть усмиренной, либо принести клятву на клятвенном жезле, который блокирует ее садистские наклонности. В ответ же Намин выбрала перейти на сторону Темного, принеся клятву в самом Шайлгул и став отрекшейся по имени Семирак. Чуть позже, одна из лучших терапевтов и знаток души, эдакая психолог Айс Седай, Камарил Марадин Ниндар, становится большой поклонницей плотских утех и переходит на сторону тьмы, принимая имя Гриндаль. Однако, держит это пока что в тайне. Обратив внимание на резкий спад морального градуса, политики Айс Седай созвали немало конференций, где обсуждалось решение вопроса и борьбы с влиянием Темного. На одной из таких конференций лидирующий философ Элан Морин Тедранай объявляет во всеуслышание о неизбежной победе тьмы и о своем переходе на сторону Темного, принимая имя Ишамаэль. Это был огромнейший удар по силам света, так как Элан был очень уважаем среди Айс Седай и силой не уступал самому Лью Сутерину Теламону. Многие последовали за Ишамаэлем, увидев логику в его рассуждениях. Чуть позже Ишар Морад Чуайн, который был одним из лучших биологов эпохи легенд, переходит на сторону тьмы, чтобы продолжать свои запрещенные генетические эксперименты. Он становится Агенором и создает троллоков, мурдраалов, галамов и драккаров. Приблизительно в этот же период начинают набирать популярность кровавые виды спорта, и Эвал Роман становится Болтомелом, а Арен Массенел берет имя Равина, принеся клятву темному. Лью Сутерин Теламон женится на Ильене. Мейерин же пытается сорвать их свадьбу и после чего переходит на сторону тьмы и берет имя Ланфир. Незадолго до начала войны силы один из лучших друзей Лью Сутерина Теламона, Дюрам Ладел Чем, предает его и переходит на сторону сил тьмы и принимает имя Белал. Это был сильный удар по Лью Сутерину, так как Дюрам был один из его лучших друзей. За 10 лет до разлома троллоки начинают атаку на город Дивейл, тем самым начав войну силы. В это же время Гриндаль объявляет о своей преданности темному. Первые несколько лет троллоки побеждают и захватывают город за городом, потому что искусство войны как таковое было забыто за тысячи лет идиллии. Где-то в седьмом году до разлома мира открыт погибельный огонь и создан Каландор. Первое время обе стороны пользовались гибельным огнем направо и налево, пока не поняли, что он разрушает сам узор и может привести к концу всего сущего, после чего обе стороны негласно согласились больше им не пользоваться. Чуть позже Борит Белмедар, один из лучших генералов сил света, переходит на сторону темного и принимает имя Демандрет. Это был мощнейший удар по силам света, так как Борит был гениальнейшим стратегом. Чуть позже к нему присоединяется еще один генерал и стратег Тел Джанин Айлиснар, который сдает свой город силам тьмы и берет имя Самоэль. После чего Льюстерин Теламон показывает, что его не просто так зовут драконом. Он возглавляет силы света и в ближайшие несколько лет теснит силы тьмы, отбивая территорию за территорией, пока не наступает эдакая ничья между обеими сторонами. Но тень снова двигается вперед и силы света теряют последние остатки оптимизма, что заставляет Льюстерина разработать план, как замуровать дыру в узилище темного с помощью семи печати из квиндиара. Он предлагает свой план в зале слуг, но одна из женщин Айссидай, Латра Посай Дикуми, убеждает абсолютно всех женщин в опасности плана Льюстерина и предлагает свой план, создать мега мощные сангриалы и с их помощью возвести щит вокруг Шайлгул. Начинается работа над Чой Данкел. Чуть позже Самоэль захватывает территории, где находятся ключи доступа, сам не подозревая об этом. Далее Белал и Димандрет атакуют территории, где находятся сами статуи Чой Данкел. Потеря оптимизма, веры в сил света и усиливающееся влияние темного приводят к бунтам в крупнейшем городе Парандизен, а атака Белала на город разрушает зал слуг. Незадолго, до начала разлома, Льюстерин Теламон и 100 спутников атакуют Шайлгул и запечатывают узилище самого темного и вместе с ним всех отрекшихся. Ответная атака темного наносит порчу на Саидин и все 100 спутников вместе с Льюстерином сходят с ума и начинают уничтожать все вокруг. В это же время лишенные лидерства силы тьмы начинают отступать, сражаясь друг с другом и превращая некогда организованные армии в хаос. Порча начинает действовать на всех мужчин, способных направлять. А если учесть, что в эпоху легенд на Земле жило несколько миллиардов людей, возможно даже несколько десятков миллиардов, то направляющих мужчин были миллионы, если не десятки миллионов. Все они обладали склонностью к силам Земли и Огня, что облегчило для них весь процесс разлома мира. Не просто так вся географическая поверхность Земли изменилась, горы сравнялись с землей и моря и океаны кардинально поменяли локации. Сразу же после разлома Айси Дай в попытке сохранить хоть часть Саидин незапятнанной создают Око Мира, бассейн чистой единой силой и ставят последнего из ним по имени совместа его охранять. Также с помощью единой силы создается твердыня Тира, где и прячется Каландор, меч, который не меч, должен помочь возрожденному дракону в битве против Темного. Некоторые же мужчины спрятались в стейдингах Агир, где нельзя было направлять и тем самым порча на них не влияла. В благодарность они создали пути для Агир, пока не покинулись стейдинги и не сошлись с ума. Где-то в этот же период нам также известно о Айси Дай Джарике Мандаране, который уничтожил город Тетсора. Десять тысяч Дайшан Аил пели ему, пока он убивал их, тем самым давая время остальным жителям города сбежать. Говорят, что последнего из Аил он слушал целый час, пока не убил и его. И приблизительно через 350 лет после начала разлома умирает последний мужчина Айси Дай, давая передышку разорванному миру и тем самым обозначая начало третьей эпохи. Друзья, надеюсь вам понравилось данное видео, если да, то обязательно поддержите канал пальцем вверх, напишите комментарий и не забудьте ударить в колокол. Всех люблю, всех целую, пока-пока.